Это первая ссылка в гугле, что ли? Она ща может быть это самая, да? Ну а что не так? Итак, читай. Я ща вебку передвину, поменьше сделаю. Так, и стимули ваши пары. Ну жми. Ты жми, ты проходи, да. Погоди, дай секунду только. Ща подвину, а то там парни. Алина, тут такие вопросы, кстати, ебучие, я тебе так скажу. Ну что? Поехали. Че так мышка? Нельзя бы так одетским капризом. Ну я согласна, особенно после последнего перелета. А, блядь, реально, слышите, если в этом вопрос, я вам говорю, это точно вообще. Как, у нас в самолете на обратном пути, какие-то родители сидели просто, и пиздюки бегали вот так по коридору туда-назад-вперед, прыгали на сиденьях, блядь. Я вообще думаю, типа, как там дела у родителей, да? Ну там было оповещение вначале, что, типа, все должны оставаться на своих местах, не ходить, сидеть в масках, и чтоб не приносить, типа, заразу. За одиннадцать дети просто биздились, наверное, все три часа. А с хуя ли я кукол, да, блядь? А я не знаю. А с чего я кукол-то? Потому что я, типа, по жопе бы дал, если бы мой ребенок так прыгал. А я пришел. Такс, Владимир, смотрю на твоё кривое являще спексель батла 16-го года. Короче, мы согласны оба. Только я формил один юсапку. Мы оба согласны, что не мы. Мы оба согласны, что не мы. Мечтаю встретиться с тобой, Иру. Подмуай как-нибудь, а сходочки меньше, чем три. Если ребенок провинится, а при чем тут дети? Алин, ну как бы, блядь, если ты сейчас скажешь, типа, что я не с иглы, а я с иглы, например, и все, там такие говорят, ну вы несовместимы, бросайте друг друга прямо сейчас. Ммм, если ребенок провинится, я дам ему еще один шанс исправиться. Ну, я согласна. Я согласна. Ну, ребенок в любом случае будет капризничать. Слушайте, тут зависит от того, вообще, что он сделал, начнем с этого. Ну, а что значит не дать ребенку шанс в детдом его сдать? Алина, меня мама пугала, в детдом его не сошла. Ну, это же шутки. Какие шутки? Ну, я думаю, мы оба согласны. Она вещи собирала. Алло, я не ответил, зачем ты нажала за меня? Мы можем переделать. Я, значит, ладно, мы согласны оба. Ну, я же знаю. Блядь, вот тут куколт реально, да, типа, за меня уже и решение принимают, представляете, пиздец какой. Ну, я же знаю, что ты не будешь ругаться. О, кстати, я считаю, что размеры имеют значение. Ну, а в каком плане? Ну, давай только слышишь, аккуратно, пожалуйста. Нет, ну, тут же не указано размер чего, тут просто размеры. Да, да, да. Моего эго, например. Ну, тут слишком мало контекста, чтобы ответить на этот вопрос. Да я понял, какой контекст, Алин. Каждый думает в меру своей испорченности. Ну, скажи, вот, согласен кто-то один из пары, правильно? Согласна же? Ну, размеры чего? Размеры... Пинус, видимо, Алин, ну что еще? Внешние какие-то, да, параметры человека. Прочлен, наверное, тут вот. Размер имеет значение, Алин. Такой вопрос, отходя от этого. Ну, мы же оба должны дать ответ, как ты будешь на этот вопрос отвечать. Алин, Алин, вообще философский вопрос. Тебе, как представителю женского пола. Ну, это же нам обоим вопрос, как ты на него будешь отвечать. Ты видишь варианты? Ну, да. Мы оба согласны, мы оба не согласны, или согласен кто-то один из нас. Очевидно, что ты согласна, а я нет. Значит, выбираем третий вариант. Правильно? Правильно. То есть для тебя не имеет значения, какого размера у тебя пенис. Нет, для меня имеет. Для меня имеет какого размера. Ну, для меня тоже имеет. А, ну тогда, значит, мы оба согласны. Ну, все. Ох, ебать засейвила. Да, я думал, да. Это что такое? А что светские поцелуи-то? Что такое? Что это? Поясните кто-нибудь, что это такое? БНТС какой-то? Вообще ни о чем. Я думал, светские поцелуи-то... Ча, что такое светские поцелуи? Ну, на публике, видимо. На публике. Ну, я уже поцеловал, получается. Ну, я... Ну, я... Да и как-то похуй, на самом деле. Ну, меня лично раздражает, когда в общественных местах прям вот в десны сосутся. Мне неприятно, честно, в там... Дети в общественном месте, как это все ведет. Вот. Ну, какие-то безобидные поцелуи. Ну, светские поцелуи-то вот... Ну, давай, короче, отталкиваться от того, что это, типа, реально вот такие поцелуи, которые реально в засос. Ну, это мне не нравится. Что с микро? Да норм, все. Я чувствую себя некомфортно, когда... Звук не пропадает, ребят. Я просто говорю Алине погромче чуть-чуть. Почему я... Он пропадает. Он пропадает, потому что ты говоришь, говоришь... Светские поцелуи приблизят щеку к щеке человека, которого приветствуются. А, это, типа, здорово, вот так? Ну, да, наверное, не знаю. Она просто говорит, 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 а потом такая... Ну, если светские поцелуи, ну, с подружками я так в основном здороваюсь, да. Но в нынешних реалиях лучше так не делать, я думаю. Чё? Ну, светские поцелуи. А я чё, с подружками так не делаю, например, кстати? Ну, девчонки так обычно здороваются. А, блядь, меня, кстати, реально это раздражает, между прочим. Знаете, типа, подойдет мужик какой-то такой, поцеловала в щечку, он её в щечку поцеловал. Я вообще себе такого не позволяю, типа. Ну, я максимум, там, с подругой могу так. Поздороваться с малознакомой. С какой-то приятелем. С своей лучшей подругой, я вообще, мне пофиг. Привет, привет. Так, ну, короче, ты чё выбираешь? Ну, ну, короче, мне кажется, это лишний элемент. Нет, согласен кто-то один тогда. Потому что мне как-то фиолетово, знаешь, типа. Ну, а тут же нет варианта. Алин, тут есть вариант, согласен кто-то один из пары, типа, что тут, непонятие, я не понимаю. Ладно, хорошо. Кто из нас 89, пожалуйста, объясните, пожалуйста. Нет, пожалуйста. Хорошо. Да, я прав всегда, кстати. Главное в семье должен быть мужчина. С иглы, с иглы, реально. Ну, главное в каком плане? Да во всём вообще, я с иглы. Лаги? Алин, пожалуйста, сконцентрируйся на вопросе. Ну. Там человек, блядь, на сельский туалет сел, блядь, у него там еле ловят, он такой, лаги, блядь, высрал. Ну. Главное в каком плане? Ну, рано или поздно, всё равно мужчина на главном стуле. В каких-то моментах. Пока женщине нужно Поживать за ребёнком. В принципе, мужчина В плане Обеспечения семьи Главнее. Но в целом... Ой, как поёт красиво. В смысле? Да. Как будто я претендую на какую-то главность в семье. Слушай, ну типа у меня Ну у меня просто родители, например, у меня в семье папа когда работала, мама с детьми. Да тут не про работу речь. В принципе, все вот такие... Но с другой стороны, у меня мама всегда занималась какими-то делами. Ну, папа ходил на работу, а мама, наоборот, она была как бы главная по всем делам. Ну и сейчас тоже. Она все решает вопросы. Поэтому. Да, душит вообще. Вопрос в том... Алин, у тебя вопрос есть? Скажи. Да. Ну я не знаю, в каком плане. Ты на каждый вопрос отвечаешь. Я не знаю, в каком плане. Вот в каком подумала, в таком и отвечай. Вот логически как. Не нужно вдаваться, типа, ой, я не знаю, как ответить, потому что тут не расписано, про что конкретно. Похуй, про что ты подумала. Вот, например, про размер. Я подумал про размер сисек, например, в своем случае. Ты подумала про размер, там, я не знаю, что... Ладно, но ты считаешь, что да. Что да? Что должен быть мужчина. Я считаю, что вообще, в принципе, могут оба быть главными, но просто один в одном, например, направлении, другая в другом направлении. Ну, в общем, мы оба не согласны. По семье я бы, например, вкинул, типа, на девушку, как она главная. Ну, там, например, в отношении детей, в отношении, там, всего вообще, в принципе. Ну, быта какого-то, да? А в плане каких-то других решений, ну, мужик бы, наверное. Ну, я за равноправие, короче. Ну, в общем, мы не согласны. Чё? Я передумал. Всё, поздно. Они пишут кукол, я передумал. Мы предпочитаем совместный отдых. Что значит совместный? Я тоже не буду. Мы оба согласны, мы оба не согласны, оба предпочитаем отдых по-другому. Не-не-не-не, мы согласны, типа, логично же. Ну, да, согласны. Это единственный отдых был, кстати, как его куда-то. Не, ну, может быть, имеется в виду именно время пророждения в течение дня, то есть. Тебе больше комфортно вдвоём? Или тебе нужно какой-то... Не комфортно втроём. Момент уединения. Ну, в принципе, я согласна, да. Да, ну, всё, соглашу. Моим детям не нужна няня, им нужна мама. Да, да! Я, кстати... Да, я против нянь, вообще. Вот здесь будет точно не согласен. Нет, я против нянь. Потому что я за, ну, не против. Я не за, но я точно не против няни, потому что знаю, как это тяжело, когда особенно детей у тебя несколько. И, например, когда ты физически не можешь одного там в кружок, другого со школы забрать, я как бы вполне рассматриваю няню в том плане, что она что-то может помочь. Не стопроцентно на неё возлагать, а вот что-то вот помочь, а вот забрать или там ещё что-то, я как бы не против. Блин, я против. Потому что детям нужна мама. Ну, ты же как мать... Няня, кстати, здесь вопрос не по поводу помочь там или ещё что-то, это само собой. Няня здесь в том плане, что ты съёбываешься куда-то кутить, например, на отдых. Нет, нет, конечно, нет. И типа няня сидит с твоим ребёнком. Вот в этом плане. Ну, а что ты такое не допускаешь? Мы можем захотеть, например, вдвоём отдохнуть и оставить детей. Ну, так зачем няня, когда можно отдать бабушке там, дедушке, кому угодно? Ну, может, не всегда есть возможность. Ну, да, возможно, но типа я против, потому что... Что за хуйняк? Какой-то другой человек будет моим ребёнком заниматься, блядь, и тем самым я потом буду просто как из этих, знаешь, фильмов, где Pixar там или Disney озвучивают о том, что типа родители забили хуйню свои чадо из работы. Тут я согласна. Я имею в виду то, что как общение с ребёнком на 100% должна мама заниматься общением, там, развивашками всякими, прогулками. Это мама, но какие-то... Ты противоречишь сама себе. Какие-то механические работы, серию забрать, отвезти и приготовить, постирать памперсы, это может няня сделать. Памперсы стирают, кстати. А именно контакт, именно общение должно именно... В смысле памперсы постирать? Больше с мамой, чем с няней. Как это памперс постирать? Ну, неважно, ты меня понял. Короче, я, в принципе, согласна. В глобальном плане, да, я согласна. Нет, нет, не надо, я не согласен. Ты не согласен? Нет, я согласен, я не договорил, погоди. Про что я хотел сказать, я забыл. Ты сама себе противоречишь по причине того, что ты предыдущий вариант вопроса сказала, что главный по семье мужчина, потому что он работает, а остальным детьми занимаются женщины. Ты сама сейчас так сказала. Так почему... А теперь ты говоришь, что ты не против няни. Так я тебе аргументировала. Опа, кимов. Я не против няни в каких-то делах, чтобы помочь забрать откуда-то, отвезти или приготовить что-то, или купить что-то, съездить. Ладно, тыкай, тыкай, сыглы. А именно вкладываться в детей, именно в общение, в развитие должна мама. Сидеть с ними, книжки читать там, гулять с ними. Сыглы? Сыглы. Ну, всё. Семей должен быть общий бюджет. Да. Ну... Нет. Ну как? Ну да, да, с игрой, тут тоже согласен. Вообще, знаете, типа, бюджет должен быть мой, но общий он должен быть только по каким-то надобностям. Ну... Какие-то глобальные покупки. ПОШЁЛ НАХУЙ! О, думай, что ты наделал. Отключил повторы. Как теперь жить без подписки? Подумай о людях. Чё, Лен, думала, за что, да, типа? Да. Короче, я соглую. А ты? Ну, блядь, да, ладно. Упругов не должно быть друзей с противоположного пола. О, да-да, согласен полностью. То есть, ну, у меня есть друзья, у тебя есть подруги, аж я вообще ничего не говорю, а ты ничего не говоришь. Ну, главное, это как бы познакомить, и человек успокоился, что это норм. Чё? Вот. Я думаю, никто не... Ладно, да, чуваки, это типа тема, если без рофлов, да, вот этих вот. Колтнику, колт, похуй вообще. Они обговариваются сразу на этапе зачатия отношений, так сказать. Ну... То есть, норма это или не норма? Мы обговорили, типа, у нас это норма. Я знаю Вовиных подруг всех, и Вова мои друзья. А я её друзья не знаю, и у всех. Чё ты врёшь? Ну, он врёт. Ладно, хорошо, я вру реально. Он врёт. Вот, мы как бы знакомы все. Никаких претензий нет. Так, а как тут вопрос сформулирован? Не должно быть. Друзья не согласны, мы Вова. Да, да. Я ради семьи, я готова много работать. Да. Не. А ради чего ещё надо работать? Ради подписчиков. Ради себя? Вот моя семья. Да чё вы с памятником упал? Слушайте, ну ради семьи много работать. Ну, блядь, наверное, да, типа, по обстоятельствам. Да. Как тут можно быть не согласным, типа? Я не люблю свою семью, нажму нет. Ещё раз кину. Не смотрите с телефона стримы с розыгрышами. Задержкой вас убьёт. Это и Саня, блядь, который, который не смог ответить. Саня, ну не обижайся, в другой раз. Давай, мы согласны. Блядь, я ему жалко теперь. Ну а что ей сделать, блядь? Ну так бывает. Может, ему другую играть дают? Охуел, что ли? Нет. Ну, блин, ладно. А чё это, блядь? А другие тоже такие, может, хотят? И что теперь поделать? Он же не виноват, что у него не виноват. В смысле, не виноват, блядь? А кто виноват? Интернет виноват. Ну это он виноват, что он плохой интернет подключил же, правильно? Ну смотри, все плакают. А вот пользовался бы мегафоном, блядь. А ладно, она закончилась реклама уже. Все плакают. Не, ну с иглы, с иглы. Нет, не с иглы. Да, они плачут просто потому, что ты так реагируешь. Вон котика кто-то кинул, наконец-то, из сабов. Класс. Давай-то, давай, Саня. Саня без игры. Хэштег Саня не надо игру. Саня всё равно бы не играл. Саня это тот человек, который видит скидки в стиме, скупает все игры, но ни разу их не запустит. Вот, Саня, из каких людей. Поэтому оно ему нахуй не надо. Вот куда ты знаешь? Да я тебе говорю, все так делают, блядь. Так, ладно. Сыглы мы оба, да? Да. Я научу своего ребёнка быть смелым и бескорыстным. Алин, что знаешь бескорыстным? Ну, честный. Ну, без. Без скорости. Без скорости что-то? Ну, когда ты что-то выгоду ищешь. В дружбе с кем-то. Блядь, а я хуй знаю. Это же... Ну, я научу свой быть смелым. Саня игру. А, вон, видишь, я он сабнулся и ещё залутает своё кишки. Ладно. Короче. Вообще, как бы мы хотим дать детям то, что не могли сами достичь чего-то. Поэтому смелости я бы своему ребёнку реально добавил. Вот как-то так. Всё. Нажимай, нажимай, нажимай. Обусы выйдет. Ну, по крайней мере, я попытаюсь. Для меня очень важна супружеская верность. Ну, да. Я думаю, без вариантов. Да не я. Ну, что значит верность? Ну, я думаю, во всех планах. Ну, супружеская верность... Ну, согласна. Супружеская верность, это именно в постели. А просто верность... Ну, короче, мы оба согласны. Ну, как супружеский долг, супружеская. Мне нравится заботиться о детях. Бля, не, а вот тут я не... Не, мне тоже не нравится. Мы хотим детей научить, типа, быть смелыми, бескорыстными, блядь. Мы оба не согласны. Ну, это не значит, что мне не понравится, когда не буду. Ну, я просто вот... Пока я вот больше десяти минут... Ну, вот у меня есть какое-то желание там заботиться, инстинкт есть. Но вот именно, когда мне оставляют ребенка, мне уже через какое-то время хочется обратно вернуть. Поэтому пока... Пока мне не нравится. Не согласна. Да, так? Ну, да, да. Жена может не работать, но должна быть хорошей хозяйкой. Согласен полностью. Полностью согласен. Сейчас у вас никто никому ничего не должен. Да нет, 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 должна, должна. Если, типа, не работаешь, тогда хотя бы чем-то займись. Я, как бы, согласен полностью. Что значит, никому ничем не обязан? Тогда и я ничем не обязан. Давай никто работать не будет тогда, блядь. Типа, это так работает. как бы моя обязанность работать твоя обязанность работать по дому тогда ну как вариант это за пение вот эти вот знаешь типа никому ничего не должен быть я должен работать чтобы мы не сдохли от голодок правильно он сформулирован ладно классно я даже доработала все равно хозяйкой было как-то несправедливо ну ладно соглашусь весь мир несправедливый алина если что мне не нравится шумные компании ой это да а в смысле мне мне нравится я интроверт я непосредственно участник иногда бываю в шумных компаниях поэтому и по тут согласен кто-то один из пары это я сейчас типа домашний такой пирожок стал с капустой с картошечкой а вообще типа ну ну вообще у меня так по настроению то есть наверное большинство времени я все-таки люблю дом посидеть но иногда конец короче смотря какая компания если там один тык и уже один из пара да потому что должен полностью обеспечивать семью ой это хуйня муж не должен блять ребят циклы но потому что там было сравнение если жена ничего не делает например то хорошо если дополним если жена хорошая домохозяйка муж должен полностью обеспечить себе дополним представим тогда может быть ну все а хотя нет ну так не честно почему-то домохозяйка согласился тут нет но я вот например согласен кто-то один ты согласна я не согласен ну так эти сказала если мы представим что там есть продолжение условия если жена там занимается детьми и хозяйство она в декрете ну ты согласна ну если в декрете то да согласна а ты ну ну ты согласен или нет я же с тобой запустись пожалуйста хватит стримы смотреть я предпочитаю проводить вечер дома со своей семьей алин давай чуть ускоримся я до пиздец но мы можем до 20 дайте нет мы можем до 48 просто блять мы будем въебывать типа да да нет нет давай просто и все ключ не работает емчик проверим может быть кривой какой-то если чё с тп-шкой свяжемся не так же не ссы алин читай я предпочитаю проводить вечер дома со своей семьей я согласна блять знаете еще что может быть типа человек может его в стим пихать когда он в оригине например такое тоже было но может быть или я наебал да так я предпочитаю проводить дома но блять по-разному да давай оба согласны в воспитании главное подавать пример ребенка своим поведением да я согласна сексуальный близ сыграет разную роль в моей жизни это да это да ребят ну да блять чё ты нажала соблазна там третий вариант надо было блять нажимать я уважаю старших согласен кто-то один почему это важная часть я уважаю старших ну ну смотря каких стран да бывают такие старшие что уважать них нет ну типа ладно хорошо старших хороших мы я уважаю да про хорошие будем думать поэтому ответим на любовь это прежде всего работа на собственные отношения а с иглы ну не прежде всего ну как часть ладно я против физического наказания для детей ну я да нет я согласен кто-то один это не значит что их надо пиздить но по жопе типа ремнем можно и дать по заднице не больно чтобы не знаю проще объяснить чего проще объяснить да а да ебать ты бы нахуй меня бы воспитывал охуела бы как мне объяснить было в детстве что я против меня только блять ремнем и хуя ческого наказания меня ребенок ну вова имеет ввиду ремнем давай 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 короче ты согласен ладно я передумался не игру влюбленность это игра гормонов которая пройдет в скором времени наверно влюбленный да согласна потому что она да давай тыкай да ты не объясняй все понимают все умные люди супружеские отношения это личное дело пары не стоит посвящать ни у кого зрителям ну да кроме моей мамы но ты думаешь что я не знаю не знаю но я могу честно кому-нибудь пожалуйста память еще блядь о вода над медленно и серьезно и а чё скипнули не оскорбительный же донат все нормально ну и кринги алина еще такая медленно и серьезно и прям как я по жизни я удивлен что дети в чате еще не задушились так я и говорю ну как первый стрим ребят о чем вы но она же ни разу не стримила плюс она и не хочет ну блин я медленно и серьезно и позже не мы можем конечно футболки красить типа вдвоем да как бы но и как бы типа если я такая в жизни что мне тут я рассудить бля вова но и кринги алина еще такая медленная и серьезная прям как я по жизни я удивлен что дети в чате еще не задушились ой хорошо пошел он до короче ты согласен или нет или ты тоже делишься блядь ну конечно делюсь да мы все деньги играют важную роль в жизни да согласен нет так понятно алина вот я все понял сейчас смысле ну ты сам себя обманываешь ты сам себя обманываешь ну если сам себя ты можешь у тебя быть то есть у тебя в жизни деньги роль важную не играют ладно кому ты врешь но я про то что счастье на них типа не купить тут конкретно вопрос поставлен муж должен зарабатывать больше жены не хуйня вопрос я уважаю родителей своего партнера я без стесения говорю своих интимных желаниях партнеров ну я да я чё-то блядь нет даже если я блядь говорю типа не на чё не влияет у меня нет у меня нет тайн от моего партнера за дару за тару по мелочевке можно и можете съела твой чипс я адекватно отношусь к недостаткам других людей ну иногда я нет если эти недостатки пошел нахуй посоветую оператор юзан теле 2 но у них последнее время скорость слабая стала плюс дорого спасибо за мегафон как только вижу что ты запустил улыбка до ушей меньше чем три спасибо спасибо так ну чё недостатком других людей да тыкай наугад нет у меня неадекватный иногда отношусь иногда так и короче я не могу не могу точно если у человека что-то не получается виноват он а не кто-то другой но бывают обстоятельства я думаю независимые да да тыкай да первый что мы оба не согласны это надо если чайка что-то не получается правильно тыкай те женщины нуждаются мужской помощи внимания да 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 я не знаю бывает же когда да 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 правильно да феминистки и феминистки как я могу за всех женщин утверждать да все правильно мы оба согласны ничего больше и женщине и мужчине нужно ухаживать за своей внешностью я согласна тут тоже да типа это не работает в одну сторону чуваки если ты вонючка типа тебе надо помыться пойти я считаю и это неважно какой пол вообще и подмышки брить ты тоже должен эти все осуждают это там про фемок что-то ну я наверно все норм все давай дальше так что жены лучше всех способны вдохновлять своих муж ну не знаю может кого-то любовница вдохновляет вот и вдохновляет что-то я не могу не знаю я не могу знать я согласен значит согласен кто-то один из пары я стараюсь не показать свои отношения на попу тыкай второй за нет я согласна я не показываю ну как уже показали получать ну блин один раз но я не смогу ну как бы у меня нет старания тебя показать где-то у меня нет есть старания показать меня я думаю тоже нет давай тыкай тут счастье бракет результат труда супругов они визит ну да я думаю это кому-то да если я вижу партнера то обязательно извинюсь ну ну раз на раз не приходится пуля вообще никогда не извинить чего ты нормально я всегда идет сделать процентов я всегда первый извиняюсь ну и правильно нет но я извинюсь обязательно может быть не сразу знаете типа как работает это вот она дам она она извиниться ну да и ты извинишься она такая говорит прощу тебя но потом через два дня на типа скажет а ты вот а я говорю я извинялся так ты вот за вот этот пунктик категорию ты не извинился я не могу тебя так быстро простить такой что но у меня такой да немножко есть злопамятность но я извиняюсь поэтому я думаю так чудо и сестры советуются своим партнером я дала я тоже и с удовольствием проведу с ребенком какого резонка мы не согласны нахуя типа у нас нет детей нет я не буду наставить если партнеры не хочет ну типа если ты придешь усталый я буду тебе приставить ты скажешь я устал я не вы думаешь приставать будет короче да ну близость тут именно в этом я понял понял моральная измена ничем не отличается отлично ребят не судьба пошел включил там я не согласна ты покайфовал морально в голове всем хочется хочу а что значит моральная измена но этот типа ты там в голове алина в голове все мужики смотрят на других баб и думать бля вот бы я выебал вообще все равно вообще все на свете так главное что физически это правда ты идешь такой ебать тёлкой уже изначально но будем будем объективны все там что в голове о чем-то таком думать все ну я думаю я за мужской полчаса сказал ну никто нам не запрещает о чем-то думать кошмар тут вопрос в том не понял тут вопрос в том стоит так что типа моральные ничем не отличается от физически я считаю что отличает ладно значит пока не делают не только мужики как я понял вот я не согласна я с этим хуй лопаном стримеров 8 вопросов ебаный в рот пошел ну ладно так уж и быть короче не собираешь всего лишь просто думаю да 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 мы не согласны я полностью доверяю свою вторую половинку надо у нас есть свои традиции и фишки поэтому нам да не знаю да отношения я развиваюсь как лично я например да ты нажимай согласен только один из пар ну почему любые отношения идут ведут к развитию в каком-то плане тоже соглашусь жизнь бары постоянный поиск согласия не отстаивание собственной права ну в идеале да я согласна ты постоянный поиск согласия не отстаивание ну выйдем в идеале я не понял вопрос я тупой типу ну когда вы ищете компромиссность то чтобы каждый тянул на себя одеяло идет не совсем я не кричусь я ранее извините за тупой вопрос я могу я могу сгореть на второй вариант мы оба не согласны и вова тоже может я постоянно критикую нужно но в присутствии посторонних нужно предоставлять свои половинки полную свободу в его и ее делах ну смотри каких но я стараюсь принимать участие тоже свои пять копеек ставить поэтому я не соглашусь и ты тоже я прослушал там дурак какую-то хуйню высрал просто ладно нужно предоставлять так своей половинке полную свободу в его делах ну я не соглашусь то что я иногда влезаю я такой тыка иначе согласен тот один а ты что не влезаешь трудные минуты нужно поддерживать и помогать в решении проблем своих трепленки ну да у вас есть высокая совместимость и предрасположенность к долгому и счастливому браку и вы и ваш партнер прекрасно знаете друг друга взгляды на жизнь у вас схожи короче норм а заметно да по ее речи что она в доту играет все такие же такие а вот и не нужно но не нравится не смотри я хорошим на меня понимал ой музыка вырубилась типа бля или но пиздец я бы сейчас уснул честно будь этом зрителям ну да